Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Анапе стартовал второй региональный чемпионат «Ворнскилл». На первый в этом году прием к главе города записалась координатор ТОС Наталья Михайловна Ключникова, чем очень удивила главу. ТОСовцы имеют возможность общаться с мэром напрямую, ведь вопросы, которые они поднимают, всегда животрепещущие и отлагательства не терпят. Вопрос, к которому пришла Наталья Михайловна к Сергею Сергееву на прием, родился в результате первых дней работы кабинета врача общей практики. Его открыли в канун Нового года на улице Чехова и оказалось, что желающих побывать у доктора на приеме по месту жительства гораздо больше, чем возможности кабинета врача общей практики. Я к вам пришла от имени жителей с просьбой, если можно на будущее рассмотреть вопрос еще о помещении. Вот у нас сейчас в районе Красной площади много жилья сдаются, ну дома вернее сдаются. За китайской стеной сейчас там застройщики есть. На объездой есть, чтобы, как говорится, как-то расширить возможности, чтобы туда народ мог тоже выходить. И плюс по детской поликлинике, филиал детской поликлиники, который находится в доме номер 9, вот, Елена Евгеньевна тоже знает. Вот, и у нас там получается, что детки 3А, 3Б прикреплены к этому микрорайону тоже, к нам, в 12 микрорайон. Помещение очень маленькое такое, вот рассмотреть такие вот два вопроса. Помещение именно по кабинету врачебной практике именно. Глава города уже обсуждал со специалистами отрасли необходимость расширения возможностей такого кабинета в большом и густонаселенном микрорайоне. Навстречу его просьбе пошли и застройщики. Застройщик на противокрасной площади отдает нам 500 квадратных метров под поликлинику. Поэтому доберитесь терпения. Хорошо, добираемся терпения. Он отдает людям, нам, в принципе, анапчанам отдает 500 квадратных метров для поликлиники. Правда, не все готовы идти навстречу городу, в котором строят жилые кварталы. А вот еще один застройщик. Мы просим около 400 квадратных метров под расположение детской школы искусств, которая у нас валится, категорически отказывается. Он только квартиры хочет продавать. Я так подозреваю, детей там не будет в этих квартирах. Ни школы не нужны, ни детский сад, ничего. По-хамски себя ведет. А у координатора ТОС еще одно пожелание. Сделать озеленение придорожной полосы, где предполагается замена тротуарной плитки. Вот как бы здесь сделать сквер. Вот от магазина УНО и в Красной площади. Глава города дал задание своим помощникам рассмотреть возможности использования означенных земельных участков. В Краснодарском крае запрещена продажа разливного пива в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Такой закон приняли депутаты ЗСК в конце 2016 года. 1 января он вступил в силу и в рамках его исполнения сотрудники управления торговли и полиции Анапы проводят рейды. Сегодня розлив пенного напитка прикрыли еще в одном магазине. Речь идет о магазинах, расположенных на первых этажах или в подвалах многоквартирных домов. Хмельная застава, несмотря на запрет в новом году, продолжила продажу разливного пенного напитка. Это прямое нарушение закона 3497, который был принят в октябре прошлого года на Кубани. Причем все предприниматели были оповещены заранее. В конце декабря мы проводили, департамент потребительской сферы проводил совещание рабочее с предпринимателями, то есть о вступлении в силу данного закона. Также управлением торговли проводилось рабочее совещание в администрации муниципального образования города Куратанапа. Несмотря на то, что все остальные документы, включая сертификаты на продукцию у владельца в полном порядке, факт нарушения доказан. Теперь собственнику грозит не только изъятие более полутонны разливного пива, но и судебное разбирательство. Вся алкогольная продукция, которая осуществляется, реализация которой осуществляется в розлив, будет изъята. В отношении хозяйствующего субъекта будет социально-административный протокол. Материал направлен в суд для принятия решения о конфискации алкогольной продукции и о принятии решения по штрафным санкциям. С начала года это уже шестой магазин, подвергшийся проверке. Полиция еще раз предупреждает предпринимателей о полном запрете продажи разливного пива в многоквартирных домах. Ведь кроме конфискации продукции, должностному лицу придется заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Безопасность на водных объектах, расширение сети ярмарок-привозов, борьба с несанкционированными свалками. Эти и многие другие вопросы обсудили сегодня участники планерного совещания в администрации города. Заместитель главы Сергей Козлов напомнил, что 19 января праздник Святого Крещения. И в первую очередь он должен пройти безопасно. В Анапе три места, специально оборудованные для купания. Пляж Малая Бухта, центральный пляж Анапы на улице Гребенская и центральный пляж Станицы Благовещенской. Там будут дежурить отряды спасателей, медиков и полиции. Все остальные, не оборудованные для купания места, должны быть под запретом. Также в связи с гибелью детей в Тимошевском районе сельским главам необходимо взять на жесткий контроль образование ледостава на водоемах и организовать профилактические меры по предотвращению любых возможных инцидентов. Есть водоемы, где еще лед, где возможно катание детей и взрослых в том числе по этому льду. Поэтому тоже от шлаги должны стоять. И контроль, жесточайший контроль. Продолжая тему Тимошевской трагедии, замглавы Анапы Людмила Мурашова доложила, что разъяснительные беседы уже проведены со школьниками и педагогами. Но особое внимание также нужно уделить и работе с родителями. Еще одна тема планерки – качество питания в школах и детских садах. Первый замглавы Анжелика Бузунова обратилась к Людмиле Мурашовой с просьбой проанализировать, с какими поставщиками анапские учреждения образования заключают прямые договора по поставке молочной продукции. Хотела, чтобы вы провели анализ включенных прямых договоров на поставку молочной продукции в детские сады и в школы. Наши дети должны есть нашу продукцию, ту, которую мы не уверены, чистую продукцию. Поэтому посмотрите. Должны все понимать, что здоровье – это прежде всего. В Анапе будет увеличено количество ярмарок-привозов. Теперь фермерская сельхозпродукция будет реализовываться дополнительно еще в четырех точках. Площадки – это Кастагаевская, Хутор Красный, Станица Анапская и Город. Главам сельских округов я попрошу отработать с управлением сельского хозяйства. Есть там площадки сходные, управление округов, предлагает улицу. Я попрошу вас пригласить руководителей ТОСов провести совместное совещание и сделать уже окончательный выбор по площадке, чтобы мы смогли дальше организовать эту работу до конца недели. Данную работу провести и до 1 февраля уже подготовить эти площадки, чтобы ярмарки начали работать с 1 февраля. Еще одна актуальная тема – борьба с несанкционированными свалками. Работа по их ликвидации начнется на этой неделе. Если у земельного участка есть собственник, муниципальный контроль составит на него протокол. К работе также будут привлечены хозяйствующие субъекты, допустившие захламление территории. Повысить престиж рабочих профессий. В городском театре состоялось открытие второго чемпионата WorldSkills. Торжественное мероприятие объединило 500 студентов и гостей праздника. В течение нескольких дней на базах Анапского колледжа сферы услуг и Анапского сельскохозяйственного техникума будут соревноваться 40 молодых представителей различных рабочих специальностей. WorldSkills – это одно из самых престижных состязаний среди молодых специалистов в области рабочих профессий. В этом году соревнования пройдут в номинациях «Поварское дело», «Садово-парковое и ландшафтное строительство», «Предпринимательство», «Выпечка осетинских пирогов» и «Виноделие». В конкурсной программе примут участие 40 студентов из разных учебных заведений Краснодарского края. Оценивать работы будут порядка 40 экспертов. Вам строить Кубань, вам строить Анапу. И разрешите мне от имени главы муниципального образования Сергея Павловича Сергеева поприветствовать вас на нашей Анапской земле, такую прекрасную молодежь, которая сегодня находится в зале. Как отмечает наставник команды постоянных участников турнира, директор Анапского сельскохозяйственного техникума Иван Чернышев, чемпионат заметно повысил интерес к рабочим специальностям. Некоторые из них являются инновационными. Новая совершенно компетенция – это виноделие, которое мы инициируем и представляем. Она является презентационной и рассчитываем на то, что она будет принята уже в национальном чемпионате. То есть это будет достаточно интересно по конкурсным процедурам, по соревновательным – это и анализ виноматериала, и купажирование. Основным блюдом в номинации «Поварское дело» организаторы выбрали рыбу. Причем в конкурсе будут использоваться те породы, которые водятся в морях и реках Краснодарского края. А вот из какой именно рыбы будет готовиться блюдо – определит черный ящик. Есть понятие черного ящика. Через черный ящик будет определяться, из каких продуктов мы будем готовить основное задание. В данном случае мы будем определять рыбу. Та, которая есть у нас на нашем местном рынке, региональный компонент. У нас есть кефаль, у нас есть судак, у нас есть лавань. То есть что будет вытащено из черного ящика, такая рыба приобретается для соревнований. Из этой рыбы участник готовит блюдо. Мы готовим шесть блюд, каждый день готовим по три блюда. И каждое блюдо в трех экземплярах. Международное некоммерческое движение молодых профессионалов WorldSkills зародилось в 1953 году. Сегодня в деятельности организации участвуют 72 страны. Первый российский чемпионат прошел в 2013 году. Сборная Краснодарского края, в состав которой входят анапские студенты, в прошлом году впервые участвовала в чемпионате и заняла седьмое общекомандное место, набрав при этом в общую копилку немало призовых мест. Знают ли наши дети, кто прославил имя Анапы трудовыми и героическими подвигами? В поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани» эти школьники оказались не просто знатоками славных имен. Они сумели лучше других рассказать в своих сочинениях историю любимого города на примерах судеб знаменитых жителей Анапы. Победители конкурса сочинений «Имя Кубани» получили награды в управлении образования города-курорта. Эти ребята не просто мастера слова. Они увлечены любимым делом, хорошо учатся и, главное, у каждого из них есть мечта. Поэтому их и их педагогов сегодня принимали в торжественной обстановке в кабинете начальника управления образования, где Наталья Микютюк вручила ребятам дипломы за победу в краевом конкурсе сочинений «Имя Кубани». Это маленькое признание, как путевка в жизнь, где главное – верить в свои силы и идти уверенно к цели. Мы воспитываем детей на уроках, конечно, литературы. Воспитываем их и учимся ему прекрасному, и любви к родине, конечно. Девятиклассник средней школы номер 4 Серафим Галушка мечтает стать хирургом. Учится дополнительно в Кубанском государственном университете. Он победителем номинации «Молодое имя Кубани». В своем сочинении Серафим рассуждал о силе воли и спортивной целеустремленности. Илья Макарчук, как две капли воды, похож на своего деда Аркадия Макарчука, погибшего в Афганистане 20-летним парнем. Не случайно сочинение внука стало самым лучшим в номинации «Боевое имя Кубани». Савелий Синькевич прислушался к совету бабушки и написал о трудовом имени Кубани. Сочинение стало призовым. А Мария Иванова, девятиклассницу из средней школы номер 3, вдохновила на сочинение «Судьба матери Марии». Все души, то есть что чувствовала, то и писала. Мне понравилась эта героиня, как бы, да, эта мать Мария, которая, она очень, очень многое сделала для всех. Она жила для того, чтобы дарить людям жизнь, дарить людям радость, чтобы жить. Она жила не ради себя, она жила ради других, помогать им. Десятиклассница средней школы номер 12 Лиза Королёва, победительница конкурса в номинации «Благотворительное имя Кубани», мечтает стать актрисой. Пока участница душевной встречи «Пили чай», Елизавета исполнила любимые песни. Есть приятные обстоятельства, я люблю тебя, это здорово. Хочется верить, что разговор за этим столом укрепил ребят в мысли о том, что их имя тоже может быть вписано в историю города. Анапчане могут оплатить госпошлины со скидкой 30%. С 1 января 2017 года в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс России при оплате пошлин через сайт госуслуг все абоненты получают существенную скидку. Для этого необходимо подать заявление на услугу через портал, выбрать безналичный способ для оплаты госпошлины. И если условия соблюдены, то вы получаете скидку на любую госпошлину и платите, например, не 1500, а 1050 рублей за восстановление российского паспорта, не 2000, а 1400 рублей за выдачу водительского удостоверения и так далее. Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2019 года. Наш генеральный партнер производственное предприятие «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и желает в новом году анапчанам благополучия, мира и успеха. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова